СПАРТАК Вот Митрецкий чуть не исправил свою ошибку. На месте оказался вратарь. Титов прострелил с правого фланга. Василюк, вышедший на поле с небольшой травмой, сумел пробить в падении по низколетящему мячу, который от земли ушел выше ворот. Цехмейст руку не хватило сантиметров, чтобы превратить прострел Баранова в гол. На 28-й минуте судья Иванов вернул должок спартаковцам. В эпизоде, когда он наказал штрафным «Динамо», правило нарушал скорее Булатов. Спартаковцы разыграли штрафной уже не раз опробованной комбинацией. Баранов вместо удара откинул Титову, и тот сильно пробил. Крамаренко мяч за линию не пустил, но и не зафиксировал намертво. Скорее всего, из-за светившего прямо в глаза солнца. Василюк же оказался в нужной точке и 1-1. Через 7 минут поймавшие кураж красно-белые провели красивую атаку, и Робсон в касание пробил поворотом после паса Чуйса. А что же «Динамовцы»? В конце тайма Хазов проверил на прочность Левицкого. Вратарь спас команду. И сразу же, после подачи углового, Максим успел сложиться уже в ближнем бою и позволил Чуйса разрядить обстановку. На 45-й минуте Титов вывел к воротам Робсона, который снова пробил сходу. Уже Крамаренко выручил, прикрыв ближний угол. Когда необходимо, скажем так, напрячься, когда результат не в нашу пользу, игроки играют более раскрепощенно. Стоит только достичь положительного результата. Во втором тайме, как будто команду подменили. Второй тайм оказался бледной тенью первого. Запомнился незащитный гол Фло. До этого мяч пересек лицовую линию. Да хорошая игра Левицкого на выходах в конце матча, когда динамовцы пошли вперед, пытаясь вести матч в ничью. Но счет не изменился. Спартаковцы одержали первую волевую победу в чемпионате. Ну, обычно, я знаю, Спартак славился, как раз если нам первым забивали гол, обязательно мы отыгрывались, и, как правило, выигрывали. Ну, не знаю, вот даже, представьте, какие-то у нас перемены в худшую сторону. Ну, 20-й какой сегодня тоже у нас? 23-й, по-моему. Ну, вот, видно, у нас дела пошли вверх. Немного не повезло сделать, довести счет до крупного, но рады победе. Три очка в копилку вошли, это приятно. Команда очень хорошая, Динамо мне понравилась. Если мы будем играть все матчи так, как со Спартаком играем, так настраиваться, так подходить, я думаю, что Динамо, естественно, будет не на этом месте, на котором сейчас находится.